Меня вчера просили рассказать о предметах, которые ни в коем случае не должны оказаться в вашем гардеробе. А если они есть в вашем гардеробе, вы можете смело их запаковывать в вакуумный мешок и отправлять в крематорий. Первый предмет, который не попускал нас в течение последних трех лет, это штаны афгани. Смотрятся абсолютно асексуально, способны изуродовать любую даже самую красивую фигуру. Особенно если речь идет о летних трикотажных вариантах. Однозначное табу, удачных сочетаний с афгани не существует. Есть афгани из более жесткой ткани, из глючной ткани в сочетании с жакетами. Да, такое иногда может быть. Но то, что вы видите на фотографии, вот эти универсальные носибельные варианты, однозначное табу. Выбрасываем, ни в коем случае не носим. Я не могу поверить, что афгани сильно удобнее, чем юбка длиной ниже колена. На йогу такие носят иногда? Нет, на йогу носят не такие. На йогу носят другие. У меня есть вариант, который носят на йогу. Там, извините меня, фактически юбка. При моем росте метр девяносто они у меня до щиколотки. Вот эта пройма идет, и при этом в них можно сесть на шпагат. На йогу носят другие. Вот это вот, извините меня, оповство. Следующий предмет, который тоже пугает меня, особенно когда я его встречаю в подземных переходах, это летние сапоги. Сначала они были трех основных цветов, сейчас они всеми цветами радуги, кислотных расцветок. Шикарный выход для девушек, которые не успели бобрить ноги, сделать педикюр. Но при этом летом хотят быть яркими, стильными и красивыми. Чтобы вы понимали, эта тенденция пришла из Америки. Америка это страна, США это страна, в которой до сих пор вручают премию Грейми за достижения в области кантри. В области кантри музыки. И там огромное количество звезд кантри, которые круглый год ходят в сапогах зимой и летом одним цветом. Поэтому в их общественном сознании ходить летом в сапогах это абсолютно нормально. И когда у них появились такие комфортные сапоги, они конечно же все в них благополучно влезли. Но я хотел бы вам напомнить, что там, как и в Австралии, уги даже носят летом. Поэтому это совершенно другая культура ношения одежды. Которая с нашей культурой ношения одежды ничего общего не имеет. И смотрится абсолютно уродски. Поэтому я не рекомендовал бы никому вот такие вот летние сапоги. Кто носил это? Прокатитесь в метро. Летом в любом вагоне вы найдете минимум двух девушек в час пик таких сапога. И при этом не только такие вот кружевные совсем трешовые варианты выходят из моды. Из моды также выходят сапоги с открытыми носочками, сапоги с открытой ступней. То, что вы видите собственно на этих двух фотографиях. Это тоже такой яркий антитренд. Особенно в таком мешковатом стиле. Особенно в ковбойском стиле. Когда я увидел казаки с открытыми носками, я не знаю, мои глаза просто захотели развидеть все это. Это тоже антитренд. Это выходит из моды. Поэтому если у вас с прошлого года такое осталось, ни в коем случае не доставайте. А вероятность того, что это в ближайшее время вернется в моду микроскопическая. Скорее всего не вернется. Поэтому совершенно смело можете удалять. Первый Лоренци. Я не знаю, я просто загуглил летние сапоги и натаскал самых трешовых вариантов. Антитренд. Антитренд. Открытый нос в сочетании с закрытой голенью. Такое носят очень модные девушки. Ну вот у меня просто такой сформировавшийся образ. Это губы, это накладные ногти, это нарощенные волосы. Вот такие вот сапоги с открытым носком. То есть такой прям сформировавшийся тренд. Девушки, которые привыкли всю зиму ходить в ботфортах. Летом тоже хочется, но хочется, чтобы ножка не запревала. Вот они себе придумали такие сапожки. Особенно, когда они сочетают их с колготками. Когда вот выше сапога идут колготки, а на носках при этом колготок нет. То есть ты понимаешь, что это колготки без следика, но это же просто ужасно. Это же какая-то подставка. Точно так же, как другая типичная ошибка, которую допускают девушки, когда рваные джинсы с голыми коленками, а под туфли они надевают носочки. То есть внизу у нас носочек есть колготочные, а здесь у нас все абсолютно прозрачное и открытое. Выдумщицы какие? Воль на выдумку хитра, да. Не от хорошей жизни все это, к сожалению. Юбки а-ля Рус. А-ля Рус. Всех достали, всем надоели, редко кому идут, всех простят. Ксения Собчаки, когда для журнала «Собака» мы подводили итоги года, она получила награду «Дачница года». Собственно, за любовь к вот этим юбкам, халатам смотрится просто ужасно. В свое время этот тренд был на подъеме в силу патриотизма, в силу в целом вот этого предолимпиозного подъема и интереса к русской культуре, но сейчас он абсолютно себя исчерпал. Вот эти ситцевые цветастые юбки в пол, зло в чистом виде. Если у вас есть такие, совершенно смело можете выбросить. В ближайшие 10 лет про них никто вспоминать не будет. А шелак на ногтях одобряете? Ну, а чем шелак отличается от обычного лака? Ну, если хорошая форма ногтя, если аккуратный маникюр, то какая разница, лак там или шелак, или гель-колор, не знаю. Так. А вот мне, кстати, интересно, из присутствующих, так как все у нас анонимы здесь, из перечисленных предметов, у кого есть хотя бы один в гардеробе? Кто там хвалил с шортами? Мне просто интересно общую статистику. Спрашивает, не выбрасывать ли джинсовые рубашки? Нет, пока не выбрасываем. Да ну ладно, все прям такие идеальные. Но все-таки некоторые погрешили. Но теперь понимаете мое мнение и, соответственно, будете стараться быть более аккуратными. То есть, в этой антизоне это все планомерно выходит из моды. У меня есть юбка вот такая, но с заниженной талией. Я хотела носить свою версаль жесткой футболкой. Белая не стоит. Нет, уже не стоит. Уже не стоит. Летние сапоги были давно, но в прошлом летом они прям развели именно всеми цветами радуги. Я их помню еще с года 2009, могу точно даже сказать. Нет, даже 2010. Да, в 2010 они появились. Кто такое носит, на вебинары по стилю не входят. Не, колготки без пальчиков сами по себе не зло. Речь идет именно о таких сапогах, когда сверху прям четко виден плотный либо цветной колготок, а снизу голые пальцы. Если юбка однотонная, летящая ткань, если это коралловая или фисташковая юбка, то тоже зло, тоже нет. Хотела купить босоножки довольно открытые, но широкая полоска кожи на щиколотке вдохновилась Оливия Палерма. Ничего плохого в таких босоножках не вижу, можно покупать. Можно ли из такой юбки сделать миди? Вы знаете, миди будет выглядеть очень старомодно. Будут прям такие явные 40-е годы, и это будет очень сильно простить. То есть нужно обладать очень аристократичной внешностью, чтобы это выглядело гармонично. В кожаном варианте сапоги позволяются без носа? Нет. Юбка в полтелесная, можно еще поиграть. Плиссе еще можно. А если хочется платить цветочное, только орхидеи подходят? Да, только благородные цветы, никаких лютиков, ромашек. Пионы, орхидеи, розы, лилии. У меня брюки с широким запахом, как для памперсов. Это еще допустимо. Это практически в ту же категорию, что и в Афгании идет. Батильоны без носа туда же. Вы же видели только что батильоны без носа. Летом только длинные юбки ношу, чтобы ноги не загорали. А маки цветы? Маки, да, если на черном либо белом цвете, может быть интересно получится. И разумеется, платье из той же серии, все тот же Аля Рус, тоже отправляем на свалку. Сейчас появилось вслед за Ульяной Сергеенко, вслед за брендом Аля Рус. Огромное количество русских дизайнеров, которые продолжают работать все в том же стиле. И плодят, плодят, плодят вот это вот барахло. Оно в целом морально устарело, тенденция ушла. И все это выглядит как какие-то предсмертные агонии. Не пытаются сообщить этим платьям какую-то европейскость, но невозможно только на одном тренде прожить всю жизнь. И с Ульяной Сергеенко я испытывал вполне искренний восторг, когда запустился этот бренд. Как он запускался, то есть без лишних движений, без лишнего пафоса, без лишних открытий 150 бутиков во всех мировых столицах. То есть, ну, довольно правильный бизнес процесс происходил. И мне в целом нравился этот стиль. Но мне было любопытно, сможет ли этот стиль преодолеть сезонную тенденцию. Если вы помните, то Ульяна Сергеенко стартовала в тот момент, когда на пике была новая женственность. Были как раз юбки в пол, была завышенная талия, был вот этот силуэт 40-х годов. И она в целом смотрелась просто в тренде. Но она сделала это чуть более по-русски. А сейчас тенденция ушла. И вот эта вот русскость, она сама по себе, ну, себя немножечко исчерпала. Поэтому долгое время, конечно, это еще будет бродить по русской тусовке. Особенно среди вот тех вот девушек, которых мы до этого описали, которые носят сапоги с открытым носом. Им это кажется безумно оригинальным, интересным и необычным. Но мне понравилась характеристика Ксении Собчак относительно вот этого образа, когда он сочетается с перегидрольным блондом и надутыми губами. То, что мы видим на фотографии. Ну, я не знаю, особенно чувствительно могут заткнуть уши. Она назвала это алтайская целка. И так оно, в принципе, и выглядит. То есть, это показно, это неестественно, это неубедительно. Особенно, когда это сочетается с попытками выпить все свои прелести. Особенно, когда это сочетается с искусственной грудью. В общем, в целом, сейчас этот тренд планомерно приближается к пошлости в Ольгарщине. К тому, с чем он изначально заигрывал, но в силу непривычности формы это не воспринималось так. Сейчас вошел в правильный контекст, и, соответственно, он прямиком уходит в эту пошлость. Дайан фон Фюрстенберг. Животные на платьях, халатах. Такой принт можно. Вообще, очень удачная коллекция в этом сезоне. Мне там очень многие вещи нравятся, поэтому в целом я ее удобряю. У Валентина принты в стиле а-ля Рус. Ну, в целом, Валентина тоже такой организирующий сейчас бренд. Нельзя назвать его идеальным. Мы бы еще Версачи вспомнили. Барышня-крестьянка еще вернется. Ну да, подует корову и вернется, конечно. И, разумеется, все это носилось с прическами в греческом стиле. Если загуглить на ютубе прическа в греческом стиле, находит около 5000 тьюториалов. То есть, девушки учат друг друга, собственно, как при помощи резинки создать вот эту неописуемую, оригинальную, необычную, яркую прическу на каждый день, идеально подходящую для лета. В печенках уже сидит эта прическа в греческом стиле. Морально себя и жила. И то, что рефлексирующие дизайнеры пытаются сейчас создавать, продолжают создавать вот эти вот нашивки на резинках. Берется обычная бельевая резинка, на нее нашиваются различные бусики. И все это продается как фэшн-аксессуар. Выглядит, конечно, довольно комично. Есть такая категория в дизайне, в современном микродизайне. Называется девочки с фенечками. Кто был на мероприятиях вроде Сан-Деп-Маркета, а я регулярно туда хожу, обращал внимание, что каким-то образом огромное количество девушек, не сговариваясь, гонит одну и ту же фигню. То есть, они, не сговариваясь, сделали сначала яркие кислотные бусы из самозатвердевающей глины. Потом все судорожно валяли из войлока. Сейчас все судорожно валяют вот эти вот резиночки для прически в греческом стиле. Все это выглядит, конечно, довольно комично, потому что лишено оригинальности. Они повторяют друг друга в материалах, повторяют друг друга в фурнитуе, потому что все это на очень кустарном примитивном уровне. И, конечно же, это не то, чему следует уделять свое внимание. Поэтому прическу в греческом стиле, вот эти вот обручки я бы списал однозначно. А я тоже учил, как создать эту прическу. Каюсь, грешен. Как правильно поднять себе волосы летом, кроме хвоста? На ютубовском канале все будет доброе. И я думаю, что я репостнул в свои сообщества в ближайшее время. Это есть подборка причесок для лета. То, что делается, он делается просто и делается за 5 минут. То есть там и вариации на тему хвоста, и вариации на тему гульки. В общем, есть несколько вариантов, как можно легко и быстро скрутить волосы, чтобы они не мешали. Французские косы носят уже тоже поднадоели. Правда, что сделать красивый грамотный хвост необходимо учиться специально? Ну, что необходимо для идеального хвоста? Во-первых, делается он не на поднятое, а на опущенной голове. То есть заваливаете голову вперед и прочесываете волосы, собираете, фиксируете, только тогда поднимаете голову. Фиксируется он лучше всего при помощи резинки открытой. И потом сверху либо обматывается прядью, либо добавляется какая-то декоративная резинка. Потому что декоративные резинки, как правило, плохо держат хвост. Для того, чтобы он не тянул, укладывать его лучше при помощи расчески из войлока. Такие расчески, которые напоминают большие зубные щетки. Тогда все будет приглажено и волосы не будет тянуть. Данную прическу любят сочетать с ожиренными сапожками. Дам. Короткие колье цепи со всякими наворотами сверху будут, жители надоели. Надоели. Орлайнит огурцы, что с ним? Он сейчас не в супертренде, но он и не раздражает. Поэтому, в принципе, можно носить. Какие солнцезащитные очки в моде? В моде сейчас толстые оправы. В моде сейчас снова возвращается стимпанк. В моде сейчас снова градиент. В моде сейчас стиль 70-х годов. Ой, я, кстати, себе в Риме купил винтажные очки 70-х годов. Сейчас пофасту. У меня подруга окрестила их очки пьяных глаз. Потому что каждый человек, который надевает эти очки, автоматически превращается в пьяного мафиози. Ну вот такая вот тема. То есть опущенная форма тоже сейчас довольно актуальна. Мятный цвет уже ушел. Уже ушел и не вернется. Какие декоративные резинки можно? Чем нейтральнее, тем лучше. Орнамент Миссо не актуален? Да, актуален. Можно ли подробнее стимпанки? Вы знаете, это очень локальный тренд, который касается только очков. Поэтому я вас лучше в гугл отправлю. Стимпанк это направление, которое довольно успешно прожило в середине 2000-х годов. Сейчас оно только в очках вернулось. Браслеты на руке а-ля Пандора. Пандора никогда в моде не была. Градиент на одежде. Это не тренд, но он присутствует и пусть будет. Он не раздражает. И разумеется, эти греческие прически крайне регулярно дополняли цветком волоса. Либо даже не цветком, а целыми венками. И то, и другое сейчас считается морально устаревшим. Все имеет свой срок годности, в том числе и венки. Даже если в моменте вам казалось это чересчур ярко, красиво, привлекательно, достойно внимания, то все равно тренд ушел. Венки совершенно спокойно можно списывать. Особенно венки из роз, особенно венки из кладбищенских роз. Все это выглядит сейчас скорее комично, чем гармонично. Прошлым летом вся Москва просто превратилась в огромную клумбу. Это, конечно, немножечко отбило желание вообще возвращаться к этому мотиву в ближайшем будущем. Что насчет окраски волос омбре? Ну что, красят волосы омбре? Нормально. Какие платки модные весной? Нет тренда на платке. Вот чтобы сказать, что вот именно этот платок в моде весной. Тренда нет. Цветок из войлока на шерстяной пиджаке. Это не летние тенденции. Не буду это комментировать. Венки несем на кладбище. Да. Да. Еще один тренд, который следует оставить в прошлом, это бижутерия из разнобоя. Огромное количество было таких украшений из разносортных камней. Причем некоторые из них обязательно были кислотного цвета. Они все были разного размера, все разной формы. Тенденция была актуальна в сочетании с свитерами грубой вязки позапрошлой зимой. Прошлым летом она была актуальна. Этой зимой их уже донашивали те, кто в свое время не успел замодать. Сейчас наконец-то распробовали и поняли, что можно носить. Этим летом бижутерию из разнобоя смело можно списывать. Она не актуальна. А что же теперь? Поживем и видим. Осенью будут новинки. Пишут, ой, ой, это 60% моего гардероба. Вы знаете, ну как я в таких случаях говорю, за модой нужно следить, а не подъедать. Не, ну если справа подрать немного камней, то можно, в принципе, как венок носить. А, с левой. Ну если убрать кислотные камни, то в принципе... Не, ну все равно оно такое разнобойное. То есть оно из элементов абсолютно разных стилей. Поэтому даже если камни обдирать, оно все равно будет такое же эклиптичное. И последнее, что очень красиво смотрелось на подиуме и фотографиях стрит-фэшн, но очень плохо смотрится в реале, это прозрачные сумки. На всех фотографиях стрит-фэшн в таких сумках лежит обычно какая-нибудь модненькая помада, телефон и пригласительный на показ. Но в реальной жизни в этих сумках чего только не валялось. И проблема в том, что они царапаются изнутри, в них образуется стандартная сумочная пыль во всех сумках, на дне в уголках забивается пыль, в прозрачных в том числе. И редко кому приятно видеть все ваше барахло, а культуру упаковывать все в красивые косметички у нас, к сожалению, нет. Поэтому эти сумки выглядели просто ужасно в реальной жизни. И это последний предмет, который, считаю, нужно обязательно удалить из вашего гардероба, если у вас такое в гардеробе присутствовало. Вот такие вот антитенденции и антирекомендации в качестве такого бонуса, чтобы уж точно не напортачить. Спасибо вам за внимание. Это то, что я хотел вам сообщить.